Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А личной ответственностью руководителя напомнила сегодня вице-губернатор Кубани Анна Менькова. На видеосвязь с краевой столицей вышли все муниципалитеты. Детские лагеря, здравницы и санаторий должны работать как часы, по инструкции, без единого нарушения. В противном случае может случиться непоправимое. Проверки учреждений санаторно-курортного комплекса продолжатся, заявила Анна Менькова. Несколько ведомств одномоментно заходят в здравницу и проверяют вас на предмет, в том числе безопасность, наличие необходимых документов у всех ваших сотрудников. Обратите внимание, чтобы ваши сотрудники не были судимы. Мы проверим всех инструкторов на предмет вообще квалификации. По завершению краевого совещания в администрации прошло расширенное заседание межведомственной комиссии по организации летней оздоровительной кампании с участием руководителей контрольных ведомств и детских здравниц. Число несчастных случаев с детьми растет. Чудом остался жив ребенок после купания в бассейне в одном из домов отдыха. Заместитель главы Анапы Людмила Терещенко напоминает, оказывайте услуги отдыхающим, значит обеспечивайте их безопасность. У кого есть бассейн с полной ответственностью, чтобы спасатели были так же и на море, и причем, наверное, 24 часа в сутки, поскольку этот ребенок, если маленький, он может упасть туда в любое время, независимо, когда у вас работает этот бассейн. Пришкольные лагеря – ответственность управления образования. Вторая смена особенно многочисленна. 24 лагеря примут свыше 2000 детей. Все мероприятия, которые проходят за пределами школ, должны быть согласованы. Организация питания в детских здравницах каждый сезон становится предметом пристального внимания контрольных ведомств. Для работы есть все – современное оборудование, условия для хранения продуктов. Но человеческий фактор становится причиной многих бед. Мы в этом году наиболее серьезно подошли к вопросу поставки пищевых продуктов. Уже на сегодняшний день шесть поставщиков мы проверили, которые поставляют лагеря и дневного пребывания, и другие. Другие. Значит, три у нас сейчас в работе. Нарушения выявлены и в работе Исакидиса. Это сухофрукты ВИТА. Недоброкачественные были поставлены. В Альбицкий ИП. ИП Татуревич пошел судом закрыть на 30 суток в настоящий момент. Еще «Жемчужина России» объявляла на гуртеатре, что без срока изготовления колбаса была, белорусские сыры были. Буквально состоялся арбитражный суд, штраф 300 тысяч с конфискацией. Проверки участились, но ситуация кричащая. Ужесточить контроль требования краевых властей. Каждый должен помнить об ответственности за жизнь и здоровье детей. Внимание! Экстренное предупреждение! По данным Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, 21 июня и в последующие дни ожидается сильная жара до 37 градусов выше нуля. Обращаясь к жителям и гостям курорта, Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает будьте осторожны, соблюдайте меры личной безопасности. В Анапу пришла большая жара. Пляжи, заполненные отдыхающими, на солнце иногда не проводят целый день. Совсем небезопасное времяпрепровождение. Тем более, что температурный максимум обычно передают в тени. И если там 37, то на солнце зной достигает всех 50. Эта жара сохранится до пятницы включительно. И только в выходные дни незначительно будет понижение градусов. При таких высоких температурах, которые мы ожидаем, возможны кратковременные сбои в системах жизнеобеспечения. Хочу обратиться к жителям города, гостям города, чтобы они с пониманием относились к тому, что возможно такие отключения. И в этой связи набрались терпения. Понятно, что это комфорт, это в первую очередь их безопасность. При такой жаре каждый человек хочет сохранить свое здоровье. Понятно, что самое уязвимое население в этом плане будет это престарелые пожилые люди, которые имеют хронические заболевания, и дети. Наша рекомендация ограничить до предела выход на открытое солнце, уменьшить физические нагрузки, соблюдать правильность питания и водный режим. Что касается детей, неукоснительный и очень жесткий контроль за их поведением. Это касается в первую очередь здравниц. На все здравницы это экстренное предупреждение распространено. И чтобы не было соблазнов такую жару выводить на пляжные территории. МЧС рекомендует больше находиться в тени, ни в коем случае не разводить открытый огонь. Не разбрасывать бутылки, ибо они служат линзами, разжигающими пламя. Стоит прислушаться и к советам докторов. Тепловой и солнечный удары особенно опасны для детей. Тепловой удар и солнечный удар это практически одно и то же. Только тепловой удар это общее воздействие на организм, достаточно горячего воздуха, который может находиться не обязательно на солнце, но дети могут находиться и в машинах. Часто родители забывают их возле магазинов. Или одежда не совсем приспособленная синтетическая, без головного убора, отсутствие питья. Значит, какая же клиника, что наблюдается у детей при этом? Во-первых, ребенок возбужден или может быть наоборот заторможен, сонливость может быть. И первый признак это, конечно, покраснение кожи, испарина у ребенка, может быть рвота. Кроме того, в основном, чаще всего поднимается температура. Первый признак температуры, что родители думают, что это вирусная инфекция. Кроме того, обязательно у ребенка нужно обернуть во влажную простынь. С учетом того, что все-таки воздействие солнечных лучей имеет на центральную нервную систему, нужно сделать компресс на затылочную область и в области лба. И самое главное, даже находясь у воды, ищите укрытие от солнца в тени зонтиков или деревьев. Море не терпит беспечности, а на шторм лучше смотреть с берега. По неопытности можно недооценить силу стихии. Самыми беззащитными перед ней оказываются дети. Спасатели говорят, что всегда готовы прийти на помощь, но убедительно просят родителей быть внимательными. Кроме того, правила поведения на воде написаны, исходя из печального опыта. А знаки, запрещающие купание, также расставили не из вредности. Такие таблички в Анапе, где около 40 километров непрерывной линии песчаного пляжа, сегодня встретить достаточно трудно. Но если уже она установлена, то на это есть самые веские основания. И вместо «запрещено» следует читать «опасно для жизни». Рельеф дна такой, что можно споткнуться, а может просто нет соответствующей инфраструктуры, и некому будет случить, что прийти на помощь. В руках спасателя Романа Чуракова знак «Черный шар». Если им заменят желтый флаг, то в море купаться категорически запрещено. Сама волна в Анапе, она не опасная. Она проходит, идет следующее, ее можно как бы контролировать. Но опасность возникает, идет, тянет нижнее течение. Человек зашел по шейку, ноги поднял, а потом оказался на той глубине, где ноги не встают. Опять возникает паника, он начинает махать руками, ногами, быстро задыхаться, хлебать. Вот здесь самый опасный момент. Это пляж-санатория, где в основном отдыхают взрослые. В специальное детское время спасатели выходят на лодки в море, чтобы также контролировать ситуацию со стороны воды. В принципе, территория открыта для всех желающих. Многие приходят с детьми. Спасатели предупреждают. Беспечность – враг. Однажды Роман спас двоих ребятишек на закате, когда родные потеряли их из виду. Смертельный сценарий, когда из-за волны резко меняется глубина, ноги ищут опору и начинается паника, для детей опасен вдвойне. Трагедия может случиться и на мелководье. Родителям вообще купаться вместе с детьми, потому что дети непредсказуемы. То есть быть рядом с ними, одних не отпускать вообще. Матвей! Вот в море опять тянет! Виктор Уваров из Комсомольска на Амуре. В Анапе с семьей отдыхает седьмой год подряд. Внука Матвея взяли с собой впервые. Он у нас не поседует, четыре годика. Он не поседует, за ним глаз и глаз. Это да. Тут не глубоко, заходит сразу мелко. Потом вот где мелко, там он купается с нами. Такой правильной позиции придерживаются большинство родителей, бабушек и дедушек. Они отмечают, что по сравнению с другими прибрежными территориями, где глубина начинается с первых метров, песчаные пляжи Анапы с их пологим заходом – лучший выбор для отдыха с детьми в России. Спасатели, сотрудники МЧС и городские службы готовы прийти на помощь в любой момент. Но возникнет этот самый случай или нет, зависит прежде всего от самих отдыхающих. Как мы уже сообщали ранее, туристы, отправляющиеся в поход по территории Краснодарского края, также могут рассчитывать на помощь спасателей. Для этого нужно зарегистрироваться на официальном сайте Краснодарской краевой аварийно-спасательной службы «Кубань-Спас». На главной странице сайта нужно выбрать пункт «Регистрация туристов» и в появившейся форме заявки четко и точно заполнить данные о планирующемся мероприятии. Здесь же можно найти инструкцию по заполнению заявки, а также правила безопасности на туристическом маршруте. После отправления заявки обязательно нужно сообщить оперативному дежурному «Кубань-Спас» по телефону в Краснодаре 260-38-15. Благодаря регистрации дежурные службы смогут отслеживать движение групп и проверять своевременность их выхода в точку окончания похода. Все зарегистрированные в «Кубань-Спас» туристические группы благополучно завершают походы. Напоминаем, завтра, 22 июня, День памяти и скорби. В Анапе пройдет ряд мероприятий, посвященных этой дате. Начнутся они уже сегодня в 21 час у стелы «Город воинской славы», где пройдет митинг-акция «Свеча памяти». Завтра в 9 часов на мемориале у братской могилы советских воинов и жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны, на Старом кладбище, состоится траурно-тожественное мероприятие. Здесь соберутся ветераны, представители общественных организаций, молодежь, военнослужащие анапского гарнизона. Почтить память всех тех, кто погиб во имя мирного будущего нашей страны, приглашаются все анапчане и гости нашего города воинской славы. В 9.30 в Краснодарском крае пройдет всекубанская минута молчания. В ее рамках на 60 секунд остановится движение транспорта и работа предприятий, учреждений и организаций. Анапчан приглашают присоединиться к акции. В 9.30 автомобилисты могут подать звуковые сигналы. В 12 часов у русских ворот будет развернута передвижная выставка, посвященная героическому прошлому нашего города воинской славы. И также завтра с 9 до 12 часов посещение зала воинской славы в отделе краеведения Анапского музея, расположенного по адресу Протапова-1, будет бесплатным. Подробную информацию о мероприятиях, посвященных Дню памяти и скорби в Анапе, вы можете найти на нашем сайте. И к другим новостям. Городские службы продолжают ежедневный мониторинг территории курорта. В поле зрения мобильных групп факты несанкционированной торговли, антисанитарии и нарушения правил благоустройства. Униципальный контроль сегодня работал на Паралии Витязева. Знаменитое место в курортном селе – прогулочный бульвар Паралия. Высокий сезон буквально заставлен незаконными точками торговли и оказания услуг. Единственный метод борьбы с нелегалами – наказывать рублем. Управление торговлей и муниципальный контроль с проверками здесь бывают регулярно. Выписывают протоколы на нарушителей. Кто-то скажет – штрафы незначительны. Но это не так. С каждым новым повторным нарушением сумма, с которой придется расстаться, возрастает. В этом рейдовом мероприятии специалисты городских служб составили пять административных протоколов. Зафиксировали факт торговли фальсифицированным алкоголем и пивом в нестационарных торговых объектах. Тем, кто самовольно устроил на тротуарах столовые, пришлось сворачивать свою деятельность. На этом маршруте, кроме таких вот проверок, постоянно дежурят мобильные группы администрации. Поэтому таскать мебель и мангалы предпринимателям приходится ежедневно. Штрафы и физические нагрузки – хорошая профилактика нарушений правил торговли. 26 июня на театральной площади в городе Цветов и Улыбок, самом солнечном детском курорте, городе по праву, носящем имя города воинской славы Анапе, состоится торжественный вечер выпускников «Алые паруса-2016». В этот день получат аттестаты о среднем образовании 734 выпускника, среди которых 119 золотых медалистов и 6 учащихся, получивших наивысший результат по единому государственному экзамену. Праздник «Алые паруса» состоится в это воскресенье на театральной площади в 20 часов. Желаем выпускникам запоминающегося праздника и достойно встретить начало взрослой жизни. На Кубани появился реестр застройщиков региона. Он поможет жителям края выбрать надежную строительную компанию. По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, на сайте Департамента строительства региона формируется открытый список организаций, который поможет жителям сориентироваться на рынке нового жилья. В нем отражена контактная информация строительных компаний, а кроме того, на каждую заведен так называемый паспорт застройщика, в котором прописаны сведения, показывающие актуальное положение дел организации и ее состоятельность. По словам вице-губернатора Юрия Гриценко, цитирую, «Если застройщик готов показать прозрачность своей работы, предоставив информацию от уставного капитала до образования своих работников, это говорит об открытости компании. В реестре также указаны объемы вводимого жилья за последние три года. Если компания работает на рынке меньше этого срока и предлагает низкую цену, стоит задуматься, нужно ли ей доверять». Конец цитаты. Напомним, на официальном сайте администрации города-курорта Анапа на главной странице есть список всех объектов, которые строятся без разрешения, так называемых самостроев. Проверить информацию о застройщике также можно, обратившись в Управление архитектуры и градостроительства Анапы. По сообщению, Кубани-Нерго в связи с проведением ремонтных работ будет частично прервано электроснабжение завтра, 22 июня, с 12 до 13 часов в Сукопе, Нервном Варваровке и с 14 до 17 часов в Супсехе. Дополнительную информацию можно получить по телефону диспетчера Анапского РЭС 542-22 или по телефону горячей линии 8 800 115 52. Генеральный партнер программы новости. Производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты, срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300.